Добрый-добрый-добрый день всем! Микрофон от Друг, это студия игрокам ТВ и у нас ГССК полуфинал, второй полуфинал. Тим Малайзия в первом полуфинале. Сигнейчат Раст уничтожили. За два матча очень просто разобрались с коллективом Сигнейчат Раст и отправились в финал ждать победителя данной пары. Данная пара у нас на повестке это Кенси Уипс против Инвейджин и Спортс. Только-только началась катка, первая игра у нас, собственно, посмотрим что да как. По пикам Акс, Венжи Фулл Спирит, Шейкер и Лина. От Инвейджин и Спортс, Тролль, Варлорд, Бестмастер, Феникс и Леон. Последнее присутствие Кенси Уипс на турнире, собственно, было просто феноменально. Там команду Минески растращили в щепки. Вообще Кенси Уипс супер-супер пиком. И вы видите, Инвейджин и Спортс умудрились даже Тинкера забанить против Кенси Уипс. Там был в пике Тинкер, был Шторм, была Квапа. Короче говоря, супер-пупер пятимидерная острота. Ну и разорвали. Там Бест оф Три было, третий матч смогли Минески уничтожить. Ну и дальше пошли двигаться. Я таблицу вам чуть попозже покажу. Теперь Кенси Уипс в одном шаге от финала. От финала, а там уже с малозийцами можно будет посоревноваться. Австралийский коллективчик интересный, примечательный, веселый. Пики нестандартные, реализация их тоже относительно нестандартная. Но это больше в последнее время. Раньше как-то туговато с какими-то инновациями у Кенси Уипс было. Теперь вроде свою игру находят. Ну и это долгий процесс, динамика не быстрая. Так что может быть где-то у нас звезды будущей доты растут. Ладно, перейдем к стратегии команды. И что вообще у нас собственно ожидается на лайнах. Со стороны команды Invasion Esports. Пятым пиком залетает Ember Spirit. Скорее всего отправится на мидлейн фармить. Шейкер вместе с Фингой саппортить. Ну думаю должны... Что-то мне подсказывает, что Акса будут у нас саппортить. Алина может смело пойти легкую соло. Уже Invasion такое делали и могут повторить еще раз. Кенси Уипс. Леон и Феникс. Есть у меня подозрение, что будут саппортами. Бистмастер отправится в сложную. Тролль Варлорд пойдет фармить легкую. Ну и последний пик. Мид персонаж. Для Кенси Уипс пока что не ясен. Кто там будет стоять против Эмбера? Кому это вообще по зубам? Темплар Ассасин я думаю смело могла бы зайти под данный пик. Наверное была бы не лишней. Против Эмбера. Есть вариант. Если конечно сильный не приближаться, то она стрелять может. А можно кого-то и потолще. Например Магнуса. Куда-то под Страту, под Леона. Под того же Бистмастера. Рассказ Тролль Варлорда. Феникс. Да всех предостаточно. Я думаю Магнус вполне себе неплохо против Эмбера постоял. Да там Флэйм Гвард попробуй конечно пробей. Но то что проседать сильно от Эмбера не должен. Это факт. 5 секунд остается. Вайпер. Вот так вот. И убийственно. И крепко. И вообще очень надоедливо. Вайпер против Эмбер Спирита на миде. Вот это будет серьезное противостояние. 3-4-3 забирает у нас Леона. Вейдинг Крэш. Играет на Вайпере. Туди забирает Феникса в сложную. Как я понимаю. Бистмастер у нас будет. Кем же у нас будет Бистмастер? Неужели на Эншентов отправиться с начала игры? Чейнс забирает себе Тролль Варлорда. Со стороны команды Инвейджин и Спортс. Гёст играет на Аксе. Икс берет Венжифул Спирита. ДТР на Шейкере. Сликс будет играть на Лине. И Даблью Тиф берет Эмбер Спирита. Что пожелаем командам удачи. Пока что, пока что больше в меня уверенности в победу вселяет все-таки пик команды Инвейджин и Спортс. Потому что он проще в реализации сам по себе. Хотя и какой-то серьезной комбинации тут тоже не прослеживается. Акс, Шейкер, Лина, понятно, все прекрасно. Рассказ вполне себе ясен. Ого, как мы высоко. С высоты и с фрога все смотрели. В принципе-то реализация простая. Данного пика. Удачный врыв Акса, удачный врыв Шейкера. Там Лина уже не промажет. Ну, опять же, все это на бумаге, конечно, просто. А где-то подловить кого-то, где-то поймать, это все-таки усилий потребует. Ну и со стороны команды Кенси Вейбс там попроще. Там пик сам по себе многофункциональный. Каждый из героев полезен по-своему. Не только в связке с другими игроками, но и сам по себе. Или он может в Соло кого угодно вырубить. И Бист настрелять плотно. Вайпер точно так же. Феникс, понятное дело, просто неприятный парень. Ну и Тролль Варлорд. Все это понятно. Здесь, в принципе, разве что Лина в Соло могла бы вырубать. И где-то, где-то в дальней-дальней лейте Эмбер Спирит. Вот Акс будет зависеть от Даггера, от начального фарма, от артефактов на то самое ХП. Команда Кенси Вейбс уже отправилась во вражеский лес. В свой, точнее, лес они отправились, да. Во вражеский лес у нас планируют зайти Кенси Вейбс. А в свой лес уже отправились Инвейджин и Спортс. Ждут, ждут борьба за руну. По всей линии береговой расстянулась у нас австралийская команда. Ну и, скорее всего, забирает у нас Лина. Как я понимаю, руну на нижнем лайне. Да, Сликсио забрала. С этой стороны Вайпер забирает руну. Ну и отходят на топ у нас Тролль Варлорд вместе с Леоном. К ним же. А Гоуд Дот просто, я так понимаю, саппорт Бестмастер. Или это все-таки лес будет за Бестмастером. Если Феникс идет в сложную в соло, то, конечно, куда еще деваться Бесту. На лайне стоять полный тухляк. Гоуд Дот, как я понимаю, да, лесной Бестмастер у нас. Добро пожаловать в современную Доту. Ведин Крэш на Вайпере в миде против Лины. Эмбер пошел фармить легкую. Эмбер со старта с двумя рапирами. Попробуй вообще подерись с ним. WTF фармит в паре с Венжи Фулл Спирит. Ну и Венгарда должна, по идее, харасить у нас студии. Как получится, посмотрим. Феникс пока ничего не прокачал. Рановато, он считает. Ну, наверное, правильно. Хотя, что мешает Икару с Дайв вкачать со старта, непонятно. Ну и здесь, на сложный Гёст в соло. Соло Акс без подсейва, без подхила. Никаких Дазлов, никаких Вич Докторов в пике команды Инвейджин нет. Собственно, придется Дазлу, ой, Дазлу Аксу самому здесь потеть на лайне. Причем против Даблы достаточно функциональный. Леоны под копы, Хекс и Тролль Варлорд может зацепить в любой из моментов. Там уже как пропрет на Крипов, как пропрет на Агра Акса. Контр Хеликс вкачан. Второй левел получает у нас Акс, ну и у нас ФБ внизу. Что же такое, а? Нет, ФБ у нас в миде. На мидлейне Лина умудрилась расковырять у нас Вайпера. Давайте посмотрим. Это было не так просто. Вышел у нас АДТР, дал Фиссуру, все. Теперь все на свои места стало. ФБ для команды Инвейджин. У Сликса преимущество уже. Серьезно, есть над Вайпером. Возвращается на лайн у нас Вейдинг Крэш. Ну и по золоту уже просел там где-то на 500. Думаю, да. Да больше даже. 970 нетворс у нас у Вейдинг Крэша и 1800 для Лины. Геос на сложный не подходит крипам вообще. Один крип убит. Все. Ноль Даная. Ну, больше, в принципе, ничего ему не досталось. Может здесь. Но опять же Аксу по Тауэрам попробуй постой. Попробуй пофарми. Тролль далеко не отходит. Чейнс всегда готов ворваться у нас, как я понимаю, в Акса. На мидлейне оставляют Вайпера. Куда Лина уходит? Лина забирает Хасту на нижней руне. На топе у нас куда-то уже руна отъехала. Вайперу нужен тапок. Тут Лина просто его замучает. Рейндж атаки достаточно дальний. Плюс спамить нон-стоп можно с пылами. Драгон Слейф уже в 2. Лайт Страйк Эррей в 1. Скорее всего, так и останется. Лайт Страйк Эррей у нас особенно не максится, потому что какой-то буст по скорости тут ничтожный. Ну и пассивку ждем. Пассивка уже, кстати, да. Пассивка у нас есть у Лины. Посмотрим. Вообще, я думал, Вайпер посолиднее будет смотреться на мидлейне. Ну а здесь как-то с Ликсой на ФБ нормально вместе с Шейкером организовали все и теперь чувствует себя уверенней. По крипам 14 на 2 у него, а у Вайпера 13 на 4. По крипам разрыв небольшой, но с Ликсой на ФБ это, конечно, важно было. Голдот фармил-фармил лес через топоры и отгоняют его. Здесь Лина, здесь Шейкер. Это Дабла, собственно, уже наказала Вайпера в миде, может наказать и в лесу. Бестмастера вообще не обсуждается этот вопрос. Геос наконец-то подошел к крипам. Семерых уже добил. Красавчик. Пытаются зацепить у нас Акса. Подкоп пошел по нему. А ДТР. По цейф за счет фиссуры. Всем домой. Комфортная ситуация для Эмбер Спирита. 21 на 15. Даже 22 у WTF. Первый по фарму. Феникса здесь гоняют. У Туди 2 на 1. И Икс, который играет на Венжи Фулл Спирит, умудрился Феникса у нас унизить полностью. К Эмберу даже не подходит. Никакого подстопа от Спиритов. Ничего вообще не мешает у нас фармить Эмбер Спириту. Но это может проблемой в итоге стать для команды Кенси Уипс. Так, выход у нас на мид. Вейдинг Крэш. Какая неудачная фиссура у нас от Шейкера прошла. Отрезает он самого Вейдинг Крэша от оппонентов. От своей же команды. Ну и фиссура от Шейкера. По всем канонам плохих фиссур. Акс. 250 на руках. Есть таутшилд. Есть ринг оф реген. Скоро появится... Скоро прилетит, как я понимаю, ему Транквилы. Прилетят. Да, уже покупает Сибиринку в Протекшн. Транквилы будут направляться к нему. У Эмбера. Боттл, тапок и таутшилд. 700 сверху для WTF. По Нетворсу он где-то уже близок к лидерам. Лина. 2800. У Эмбер Спирита, на котором играет WTF, 2250. Ну и пассивная дота. До ужаса пассивная. Шестая минута на карте. И чтобы игроки там особенно выходили друг на друга. Какой-то файт, какой-то экшен устраивали. Такого, собственно, нет. С другой стороны, кто вообще будет драться здесь? Что с одной стороны, что с другой. Гоу Дот занят лесами. Тролль Варлорд занят фармом. Потому что понятно, что зависим он от артефактов. Прилично причем зависим. Вайперу дали пофармить вообще и слава богу. Вайпера оставила в покое Лина и оставил в покое Шейкер. У Лины тут, в принципе, спауны по крипам. А где Шейкер? Где АДТР? Шейкер на миде. Шейкер на миде против Вайпера, по-моему, достоится сейчас. Просто выход будет от Вейдинг Рэша. Шестого левела. Вайпер Страйк и Шейкер. Я думаю, моргнуть даже не успеет. Как развалится. Шестая минута заканчивается. Давайте по графикам глянем. Инвейжн. Тысячу с копейками по золоту выигрывают. По Экспириенсу в ноль. WTF уже появляются фейсбутцы. У тролля там Аквила. До фейсов еще 250 по золоту. 3-4-3. Стоит, просто ждет своих жертв. Стоит, ждет, когда Гёст хотя бы немножечко забыкует и пройдет дальше положенного. Но пятый левел уже у Лиона. Пятый левел это все, я так понимаю, за счет... За счет ничего. За счет отстаивания в кустах здесь. Во-первых, здесь кусты. Во-вторых, здесь отводы. Странно даже, почему Лион у нас практически такой же левел, как и Тролль Варлорд на лайне имеет. Так, что у нас? Вейдинг Рэша зацепили. А Вейдинг Рэша на развороте умудрился расковырять Лину. 3-4-3 очень вовремя сюда подошел и забирает первый фраг для команды Кенси Увипс. Как там с Мекой дела? Баклер уже есть у Вайпера. На Хедреску тоже, в принципе, денег должно уже хватать. Гоудот в лесах. 18 на 0 по лесным крипам у него. Кабан в 2. Ну и топор и в 2. Лесной бист свои артефакты вывозить должен. Сейчас приобретет себе, наконец-то, я надеюсь, Сол Ринг. Не будет проседать по мане. Там уже споты, стаки. Все это можно будет делать и нормально в нормальном темпе фармить. Здесь уже 2 спауна есть. 2 или 3. 3 спауна. Сатир, Сова и Кентавры. 3 спауна уже имеются. В Курьере ничего, в принципе, для Гоудота, кроме Тапка, не летит. Ну все, уходит на базу. Боттл приобрел себе вместо того, чтобы Сол Ринг приобрести. Ладно, дело Бесмастера не мне. Собственно, учить его. Гёст отправляется в леса. Лайн действительно контролируем командой Кенси Увипс. Это 3-4-3 отсюда ушел. Тролль Варлорд Сол это, в принципе, тоже лайн может нормально держать. Но, тем не менее, тем не менее, Гёст не подходит. Не подходит. При том, что ушел 3-4-3. И примерно инфа об этом была. Потому что в мид переместился он. Там фраг сделали, лину забрали. Акс активных действий не производил. А, ДТР тут в погоне за птицами. Поочередно тут не мид, конечно, не линия, а проходной двор. То Венга здесь, то Лина, то АДТР. На шейкере подойдет постоять экспуно получать. Ну, странно вроде. Почему стоит смещаться с мидлейна? Хотя у Радиентов такая карта, что, собственно, это позволительно. Нам пожертвовать одной пачкой крипов лайновых и отойти забрать какой-нибудь даблспот лесных крипов. В принципе, да. Подороже для Лины. Ну и понятно, что Лина по золоту себя чувствует лучше всех. 4200 на данный момент. 4000 просто у Эмбер Спирита. И тролль Варлорд у нас 3700. По крипам. Дабллетив на первом месте. Но Лина, несмотря на свою смерть, забрала Фиосблад. До сих пор держится на плаву. Да и крипы лесные дорогие. Восьмой левел у нас у Эмбер Спирита. Хекс пошел в него. Туди. Фингер оф Дэз. На Ремнант у нас улетает труп Эмбер Спирита. Смотрелось красиво. До практического смысла никакого. Акс в это время забирает тролль Варлорда на топе. Вот так вот по одному фрагу сделали игроки команды. Инвейджин и Кенси Уипс. И больше заработали все-таки. Инвейджин. Все-таки тролля забрали. Хотя идентичная абсолютно ситуация. Что там потеряли мейнкерри, что там. Почему больше заплатили инвейджин, непонятно вообще. Восьмого левела Тролль и восьмого левела Эмбер Спирит. Даже толком и не ясно. У Эдин Крэш. Уже есть Хедреска, есть Баклер и 750 на руках. Мека вот-вот появится у Вайпера. У Лины. У Лины не было возможности дойти до руны. Кабан расковырял руну Инвиза. Ну а внизу Лион украл руну. Ну, Линин надо обузить банку через Курьера. Курьер у нас из Секретшопа, как я понимаю. Почему сам? Почему пустой? У Акса 1780 на руках. Совсем немного остается до Даггера. По таймингу, конечно, провал небольшой. Потому что Даггер появится в лучшем случае минуты через 2. 12-13 минута. Ну, вообще не ранний Даггер. С другой стороны, вы помните, как Акс стоял в первые минуты. Крипам вообще не подпускали. WTF теперь стесняется подходить поближе к Туди. Все-таки Лион... Один Лион уже умудрился у нас развалить Эмбер Спирита практически полностью. Там с руки стоило доковырять улетающего на ремнант Эмбера. Ну, теперь, собственно, Эмбер немножко по-сайвове стал играть. Не прет так в бой. У Гоу Дота есть Транквилы и есть Боттл. У Бессмастера также есть 6-й левел. С Праймал Рором можно было попробовать и ворваться в кого-нибудь. Ну, Бист отправился фармить вражеских Эншентов. Я правильно понимаю вообще позицию Гоу Дота? Нет, вроде посмотрел, что там происходит и ушел. Ну, Чейнс не достает Госта топорами. ТП сразу же от Вайпера. Фессура стоит и закрывает всю команду Кэнси Уэйпс у себя под Тауэром. И делать по большому счету нечего. Гоу Дот чекает Курьера. Праймал Рор будет ли? Да, пошел Праймал Рор у нас в Госта. Топоры и все. И все. Просто проюзанный скилл в никуда вообще. Потраченная мана. Кулдаун еще 70 секунд на Праймал Рори. Цеплять фактически нечем. Что касается станов. Станов у команды Кэнси Уэйпс только у Леона. Больше в принципе ни у кого. Но у Леона там стан с относительно маленьким рейнджом. И опять же Леон такой сладкий герой, что он до своего стана может и не дожить, если вдруг ворвется. Команда Инвейжн. Чейнса разваливают на мидлейне. 3-2. Так, у нас там Макс заагрил кого-то на себя. Это Гоу Дот. Гоу Дот проседает сильно по ХП. Флейм Гвард у нас у Дабл Ю Тифа и Каллинг Блей прошел от Акса. Разменялись 3 в 1. Дабл Килл делает Лина в этом файте и на лоу ХП Лина отсюда уходит. Как вообще она здесь оказалась? Я не очень понял, где этот Дабл Килл. Странная драка, по всей карте растянута. Но все равно 1 в 3 разменялись. 1000 по золоту зарабатывает команда Инвейжн и по экспириенсу тоже 1500, даже чуть-чуть больше для себя. Мека уже есть у Эдин Крэша и в принципе уже на ПТ через 100 копеек насобирается. У Акса есть Даггер и 500 голды сверху. А у ДТРа есть Солринг. Больше в принципе ничего. Гоу Дот куда-то свои деньги делал. Непонятно. Транквилы, Боттл. А может Гоу Дот у нас и не собирал деньги в принципе. Плюс еще и Смерть Файтер. Действительно это по экономике, но бьет. Ульта пошла у нас от Тролля. Зачем? Вот зачем. Тролль у нас отправился в споты крипов фармить. Шел бы уже на Эншентов в принципе минута 14. 8 левел Тролль. На 14 минуте фармящий Тролль 8 левела. Печаль. Эмбер Спирит 10 уровня. Что там у Тролля со смертью? 0-2-0. У него и у Эмбер Спирита 0-1-3. Ну небольшая разница. Но хотя Эмбер-то присутствовал при трех фрагах команды Инвейджен. Уже безусловный плюс какой-то был по экспириенсу. Шекер почти 6 левела. До Даггера еще собирать и собирать. У Акса Даггер есть. У Лины. У Лины есть и Ул. Поднимают у нас с ветра Тролля. Агар на себя. Лагуна Блейд. Тут в принципе и без Акса все можно было очень просто сделать. Ну перестраховались. На всякий случай. Тролль Вардлорд от комбинации Лины отъезжает. Отъезжает 100%. БКБ троллю аж просится. Уже сейчас. Как только появляется Юл. Проблемы невероятные у нас у мейн керри команды Кэнси Вейпс. Нужен БКБ просто чтобы избегать. Избегать Лайв Страйк Эрой и Драгон Слейф. Понятное дело что Лина у нас в итоге выйдет в агоним. Там БКБ будет бесполезен в этом вопросе. Но то что цеплять не будут тролля это уже факт. Туди. Расковыряли у нас Туди. Эхо слэм от Шейкера пошел. Каллинг Блейд по голове Туди. Туди отправляется в таверну. Фингер оф Дэс от Лиона. Шейкера забрали на лох ЭП. Вся команда Инвейджен. Акса гонят. Акса скорее всего заберут. Дабл килл от Лиона в данном файте. Ну и что 2 в 3 разменялись? Еще Эмбер Спирит умудрился забрать у нас тролль Варлорда. Это по моему 2 в 4 кто-то он уже ожил у нас. Секундочку. Нет. 2 в 3 все-таки разменялись. 900 по золоту зарабатывают Инвейджен в данном файте. 9-5 счет на данный момент. Голдот. Начинает сыпаться. Флэйн Гвард пошел от Эмбер Спирита. Голдота должен забирать. Хотя переагрилась вышка на Дабл Ютифа. Ну а на кого еще агрится? Никого больше нет. Дабл Ютиф не туда по моему полез. Физ провязал. Хотя может еще и выиграть здесь. Нет. 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 Слишком я понадеялся на него. Развалили Дабл Ютифа. 9-6. Зачем Эмбер пошел отдаваться? Вот это вопрос, конечно. Ну все. Командам надо отойти и как-то переформироваться. Кому надо похилиться, отойти и похилиться. Потому что драки начинают сумбурными быть. И такая лотерея не на руку. Я думаю, ни одной из команд. Потому что теряют важных героев. Забирают слабых. И наоборот. И все это, собственно, дисбаланс в организацию 100% вносит. У Лины второй. Лагуна Блэйд уже имеется. 12-й левел на данный момент. Винга у нас постепенно в медальон выходит. Немножко осталось. У Шейкера. Шейкера Печаль. У Акса. Огр Клаб появляется. У Лины. После Юла появляется Даггер. На первом месте, как я понимаю, у нас Лина. Да, перефарм просто дикий. 8-400. У Сликса. И 5-400 у его ближайшего преследователя. В Тифа. Ну, а со стороны команды Кенси Уипс. Только Вайпер смог там хоть как-то к 5000 показателю приблизиться. Тролль Вардлорд 4,5. Вайпер 4,800. И 8,600. Лина. Жесть какая. 5-1-2 счет на данный момент у Сликса. Но рассказ невывозимый сейчас. Ни для кого из состава команды Кенси Уипс. Разве что те, кто... Да и тоже Феникс, собственно, никуда не уйдет. Я думаю, тут после Юла у Феникса прямая дорога под фонтан. Бессмастер тоже должен, по идее, умирать. Вайпер. Разве что Вайпер, да. Вайпер, возможно, Лагуну переживет. Мекку проюзает. Это единственный какой-то положительный момент в вопросах сотрудничества с Линой. Тысяча по золоту после Даггера для Сликса. Акс. Даггер есть. Огр Клаб есть. Еще тысяча сверху. На тебе, вонючая птица. Расковырял Гёст птицу. Поджег ее. И топором навалял. Молодец. Поджег и разделал. Ну что, зацепили у нас Сликса. Сликса должны забирать. Подкоп сразу по двоим. Гёст не очень удачно ворвался. Пошла супернова от Феникса. Отличный хаслэм от АДТР. Отваливается у нас Гоудот. Гоудот идет в таверну. И за ним отправляется Леон. Тудина. И Карус Дайви валить. Отсюда Уэддин Крэш тоже валить. Венгу разменяли на одного саппорта и... Или снова Бестмастера. Все равно по курсу... Все в порядке. Инвейжн в плюсе остались без вопросов. Четыре тысячи по золоту они сейчас выигрывают. И по экспириенсу полторы, когда обновятся графики. У Лины тысяча восемьсот после Даггера. Где вообще Лина берет эти деньги? Непонятно. 116 крипста-то. Ну-ка, у кого что? Ну не так-то много у тролля. У тролля. Вон, 93. Я имею в виду не так-то много у Лины. 93 у тролля. И у Лины всего лишь 116. Это разница в 20 крипов. Ну, по золоту вы видите чудеса просто. Творит Лина по фарму. На три с копейками тысяч. На четыре с копейками. Опережает у нас тролль Варлорда. Гёст врывается у нас. И куда? Никуда. В крипов рывается Гёст. Чё ты вообще пугаешь так? Акс в шуточке решил поиграть тут со мной. Собрублю трансляцию. Вообще никто тебя не увидит. Тролль Варлорд. Уже приобретает Огр Клаб. Есть, может, маска и Белт оф Стрэндж. Чейнс готовится выйти у нас в Сашу Яшу. В принципе, денег ещё собирать и собирать. У Лиона имеется Блинк Даггер. Вот это хорошая заявка на успех. 3-4-3 сумел нас собирать на Даггер. Есть также Транквилу, Вайпера, Мекка и Поинт Бустер. Собирается выходить в Аганим Бойден Крэш. 11-й левел есть уже. Под смоком. Команда Инвейджин. Успеет ли? Рошан сыпется. И сыпется достаточно быстро. Могут не успеть зайти после Аегиса, поднятого врываться. Не знаю, смысл есть ли. Нашли Туди. Туди должны забирать. Калин Блейд от Гёста забрали Туди. Ну и бежать. Голдота тоже, скорее всего, подцепят. Под ноги Юул и, скорее всего, рассказ будет от Лины. Загорели на себя. Разменяли Аегис в двоих. Нет, в троих. Ну и нечем Вейден Крэшу отсюда уйти. Лагуна Блейд. Поплюй дальше. Все. Пока Вайпер плевал ядом, заплевали Уейден Крэша всем, что было вообще. Лина раскаст фуловый дала. Тут на всю ману вообще у нас Сликс раскастовался. Ну и вот, пожалуйста, тебе плюс. 2 600 по золоту еще на руках. 10 400 у Сликса. И преследователь его ближайший тролль, на котором играет Чинс, 6 400. 4 тысячи перефарм тролля. Ну, жесть полная. Хотя тролль Варлорд 0.4 у нас идет. Алина 5.1.6. Чинс вообще не реализован никоим образом. Разве что он как-то с Рошаном по шансам ему драться. Шейкера у нас подцепил Туди здесь. Ну и нашли жертву себе все-таки. Забили глухонемого лопатой. Отправили Шейкера в таверну. 14.8. Немножко там отковыряли. Хотя тут за Шейкера уже по такому счету дают прилично денег. Тысяча по опыту и по голде 424 для команды Кэнсу Вэпс. Этот Феникс своими скиллами сам себе хп теряет. И, конечно, постоянно кажется, что где-то у нас файт. И я этот файт пропускаю. Мистер Паника. У Акса появляется Блэк Кинг Бар. Кто его задолбал, интересно. Я думаю, Леон достал у нас Акса. Бистмастер, в принципе, Фиолетово. Ему на Акса дамажит всем, чем только можно дамажить. Все проходит сквозь БКБ. Тролль Варлорд, наверное, неприятен, думаю. Ну и Вайпер Страйк ловить тоже. Хотя Вайпер Страйк через Аганим, да, дается? Да, все правильно. Дается через Аганим Вайпер Страйк. Короче говоря, не знаю. Разве что Леона у нас оставит неудел. Акс своим артефактом тоже плюс. В любом случае, когда-то рано или поздно понадобится любому Аксу БКБ. Такая небольшая подподъездная философия. Шейкер. 800 по золоту на руках. Сол ринку АДТРа появился. Даггером не пахнет даже близко. Хотя команда Инвейджин выигрывает. Их преимущество уже 7000. Ну, отщепните от этих 7000 хоть штуку и дайте АДТРу. Пусть купит себе Даггер наконец-то. 23 минута. Шейкер. Вообще, слишком несчастный. Ну и по 4 по опыту Инвейджин выигрывает. В данном матче. Это все на 23 минуте. У Чейнса появляется. Чейнс БКБ, да, у нас отправился. Решил забить вообще на наличие Белтов Стрэндж в своем и Тэмбилде. И Когур Клабу докупает Митрил Хаммер. Ну, очень надо Митрил Хаммер. Я так понимаю, да. Все-таки Белтов Стрэндж был куплен просто, чтобы был. БКБ здесь, понятное дело, напрашивается невероятным образом. Дабл Ю Тиф проседает на Эншентах. Под смоком заходит команда Кэнс и Уипс. Должны ловить здесь Дабл Ю Тифа. Он сразу на Римнан поймает Икса. Где же Винга, которая высвопнет Вингу? Вот у меня вопрос. Гоу Дот рассыпается. Просто Дабл Килл. И Дабл Килл крутейший по внешнему виду. Правда, встанет у нас после Эгиса сейчас Чейнс. Мега килл от Сликса. Уже минус 2 сделала команда Инвейшн. Плюс сбитая Эгис, это минус 3. Минус 4 Уэддин Крэш в таверну. И Чейнс бежать. Не хочу умирать пятый раз. Вообще не собираюсь даже. Да кто тебя отпустит отсюда? Пошла дальше погоня. Лина поднимает у нас с ветра Тролля. У Тролля до сих пор нет БКБ. Тролль отъезжает в таверну. Дайте кому-нибудь стрик крутой. Уикед Сик для Сликса и трипл килл для Лин. Вот об этом я и говорил. Четыре или даже с потерянным Эгисом 5 в 1. И не кого-то там, а Тролль Варлорда, по-моему. Да, у него был Эгис. Все. И любит Смастера. Короче говоря, минус 5 сделала команда Инвейшн. Молодцы. Хорошо смотрятся. 24 минуты сыграли. По фарму тут уже дичайшие проблемы. У Кэнси Випс. Пик какой-то около стандартный. Ну, пик такой, знаете... Стратегическая размазня. Толком непонятно, кто вообще за что отвечает. Кто кого... Кто цепляет. Чем... Кто будет бить руками. Кто будет кастовать спеллы. Кто будет пушить, тоже вообще приблизительно не видно. Ну, понятно, что в пятером потом. Может, где-то какие-то некразы маячат у беста. Если даже вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это... Я отойду воды попью просто. Что это было только что? Как же разнесло у нас беднягу Леона? Так стоял здесь под вардом, тусил-тусил. Смотрел-смотрел на этот вард. Или вард на него смотрел. Мне кажется, вот во время свапа, если дается Лагуна Блейд, там просто инерция увеличивается. И вот та сила, с которой Лагуна Блейд обычно влетает в лицо, она проецируется на силу, с которой приближается у нас Леон. Короче, голову оторвало. Я думаю, тут без головы Леон просто отреспаунится. Он появится, будет бегать фигурка без лица. Ну, это было бы, наверное, осмысленное. Ну, и Леон там сейчас, наверное, Клаву просто оставил в сторону, ромашковый чай себе заварил, успокоится немножко. Жесть вообще. Это просто супер-супер-мега-экшн. АДТР. Приобретает себе Даггер на радостях. Надоело, говорит, ходить бомжом. Тут такое творится. Куплю себе Даггер. Гоу Дот. До Даггера еще далековато, но он в Даггер, по-моему, и не пойдет. Тоже решил БКБ себе приобретать, потому что Лина... Лина просто с ума сходит тут уже неоднократно. Эти двойные каллинг-блейды от команды Invasion и Лагуна Блейд вот на свапе, на Незерсвапе от Венги. Это, конечно, серьезный шоу-тайм. Ладно, по золоту 10 тысяч Invasion. По экспириенсу тоже 10 с копейками в пользу команды Invasion. Чейнс с Блэк Кинг Баром пока еще не юзал. Выход невозможен вообще без... Собственно, выход как-то на БКБ. Точнее, без БКБ. Выход из комбинации Лины просто невозможен. Наконец-то БКБ прилетело, и надеемся, что Чейнс шестой раз умрет не сразу, а хотя бы немножко в файте поучаствует. Пока 0-5-1, и это мейнкерри команды Cancel Whips. Тот, на ком вообще надежда на будущее вся команда Cancel Whips имеется. У Голдота тоже пока что ничего. Ну, я так понимаю, Голдот все-таки на даггер себе копит. Улетает на нижний лайн. Леон нет с головой, Леон. Все нормально. Сразу в пятером команда Invasion на топ-лейне. Приносит себе даггер Голдот, и можно попробовать ворваться. Но я думаю, Тауэр будет достаточно быстро падать. Глиф есть, правда, у Cancel Whips этот глиф можно переживать. Очень рассредоточена команда Cancel Whips по карте вообще. Лететь, да и подлетать, что в пятером на один Тауэр. Это все бессмысленно. Здесь Акс ждет уже всех, и Шейкер с Эхо Слэмом без вопросов ворвется. Ну и дальше идут Invasion. Идут, почему не идти? Ну а тут просто, тут какая-то, я не знаю, карманный бильярд. Что происходит вообще? Почему ввозятся у нас во вражеском лесу в то время, когда хайграунд вам сносят? Cancel Whips. Ну все, хватило, в принципе, какой-то рациональности вернуться и попытаться хотя бы задефать Т3 на топ-лейне. Ну и отходит команда Invasion. Хотя отходит-то, отходит на хайграунд. Смог есть ли у кого-то? Ну-ка. Смог на развороте. Нет, нет, нет. Расходятся и пошли сейвить свой Т1. Чейнса после БКБ 1200 появилась. У Лины Аганим есть 3000 сверху для Лины. Что вообще ей может понадобиться по такой игре? Да все, что угодно вообще. Лине может понадобиться. Но выход, скорее всего, будет в какие-то... В какие-то артефакты все-таки на ману, потому что... Ну, мана... То есть я имею в виду хиксы, шивы... Скорее всего, это вряд ли тут в какой-то жесточайший... Жесточайший лейт касательно физдэмэджа будет выходить Лина. В принципе, дамажить есть кому. Эмберспирит имеется и Акс есть, который с руки наваливает, да и физухой расковыряет любого Лина. Пойдет у нас, я думаю, в апгрейд всего своего магического. Геос, на то плейн. 20 на 9 счет на данный момент. Инвейджин, бедняги. Стараются навязать драку. Пытаются где-то там забирать товара. Кенси Уипс ни в какую вообще. В драку не ввязываются. Пацифистская команда говорит, драться не хотим. Будем смотреть, как падают товара. Но это, в принципе, недолго продлится. Товаров внешних осталось ровно один. На мидлейне стоит у нас половина Т2. И этот Т2 очень скоро упадет. У WTFS даже может отковырять. Ремнант отпустил куда-нибудь назад и пошел разносить Тауэр. У Эмбера уже имеется Баттлфьюри. Есть персик здесь и Алтимейт Орб. Понимаю, в линку у нас выйдет Эмберспирит. Не очень понятно, зачем, от кого, собственно. Наверное, от Вайперстрайка. Или от Бестмастера. Ну да, в принципе, точечных спл-офф достаточно. И Леон с Фингеров Десс и с Хиксами. Да и подкоп тоже. Короче говоря, есть что и выйдить. WTF, пожалуй, правильное решение принимает. Потому что по демеджу и так пока что всего хватает. Генси Вейпс сыпется. Немного ХП у всех. Ну и понятно, почему немного. Потому что по левелу проигрывают. По золоту нещадно вообще проигрывают. Первые три места за команда Инвейджин и Спортс. Вот. Ну и 29 по... 20. Пауза. 9. По фрагам. У Леона Блинк Даггер есть. И после Блинк Даггера, в принципе, приостановилось. Все. Брасерок. И... Гантеля появилась. Больше пока ничего нет вообще. Наверное, второй... Я так понимаю, второй Брасер. Да, так и есть. Второй Брасер для Леона. Укомплектовался. Пацан по Брасеру на руки. Все нормально. По ХП, кстати, у Леона-то и неплохой показатель. За тысячу перевалило ХП. У Вайпера тоже вроде по ХП все круто. Ну, просто представьте, мощь раскаста ульты Лины. Опять же, 950. Лагуна Блейд. Непонятно, что вообще с ним делать. Че-то чистый урон. Ну, короче говоря, ужас. Леон уже один раз отхватил. Прилетела Ленка у нас уже Эмбер Спириту. Еще и тысяча сверху для WTIF. Пытаются навязать драку игроки команды Invasion. Они понимают, что они сильнее. Есть смысл кого-то двух-трех забрать. И пойти сносить товара. Вы просто начните сносить товара. Команда Кенси Уипс сама придет. Будет с вами драться. Рошан уже появляется. И отправляются Invasion на Роху. Кабана очень быстро убили. И сразу на Рошана не успеют Кенси Уипс. Как я понимаю. Хотя несутся. Несутся, бегут. Стягиваются постепенно. Вейдинг Крэш. Ну и куда они стягиваются? Не идут на Рошана. Стоят и смотрят. И понимают, что не успеют. Ястреб здесь, в принципе, висел. Все было понятно. Сликс. Бежать по-быстрому на фазах. С дабл демеджем. Куча дамаги у нас у Лины. Кво урона хватит, наверное, каждому из игроков. Врывается на мидлейн. Ну и пошли сносить товар. Да не надо. Да это не нужна. Команде Инвейжн вообще сейчас не нужна драка. Кенси Уипс панически боятся в эту драку входить. Они проигрывают кучу по деньгам, по опыту, по левелам ниже. Каких-то мейн артефактов так и не появилось. Там Мека это предел мечтаний. Вейдинг Крэш у нас сыпется. Сликс. Лагуна Блэйд так и не провязал. Стоит под БКБ. Дай же ты. Дает Лагуна Блэйд у нас под хост Вайпер. У Вайпер отъезжает. Гадлайк для Сликса. И с руки начинает наваливать. Можно и умирать. Гоу Дот тут напрашивался просто под рассказ. Ну и Гоу Дот остается живым. Лоу ХП, но все-таки живой. Чем отхиливаться? Лина без регена. В принципе 2.4 ХП реген в секунду. Жуть полная. И некому похилить команду Инвейжн. Мекки ни у кого нет. В Венге пустая урна. У Акса. Не знаю что. Что собственно Акс может сделать. Транквилы дать Лине потаскать. Портал может дать. Все. И лети отсюда. На мид лейн зашли. Зацепили Туди. Сликс. Раскаст сейчас под ноги будет Туди. Нет. Как-то замедленно. Вот она Лагуна Блейд. Действительно Холли Холли Щит. И Оу Нэч от Лины. Теряет Аэгис. БКБ уже откадешился. В принципе всего достаточно у Лины, чтобы раскастоваться. БКБ провязали. Сразу же высвапывают у нас Лину. Ну и бежать отсюда. Винга подставится. Ну опять же подставится за дело. Геост. Дерется у нас Чейнсом. Ну и Келлин Блейд в никуда. Лина в это время с лоу граунда. Расстреливает команду Кенси Уипс. Лина. 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 Ну Лина просто термоядерная вообще на данном этапе. Тридцетвертая минута. Скорость атаки огромнейшая. Дамаги. Миллион раскаст вообще нон-стоп. Может быть Лагуна Блейд тоже откатывается за 50 секунд. Ну то есть каждые 50 секунд минимум минус 1 человек от Лины. У Вайпера появляется Аганим. Не поздновато ли? Тридцать пятая минута. Тауэр на мидлейне падает. W-T вковыряет этот Тауэр. Есть чем отпеваться. Ну и Реген. В принципе ХП Реген неплохой благодаря Линкенсфере. Пятнадцать с половиной в секунду. Сликс отсюда не уходит. И некого ему бояться собственно. Ульта пошла у нас от Феникс Феникса. Зачем собственно? Просто ХП обновить? Да и отогнать толком не получилось. Но подлетать Туди не решился. Уже Лагуна Блейд на фулл рейндж получил от Сликса. Второй раз решил не подлетать. W-Тифа нормальный функциональный итем билд. В принципе и сейв есть и демеджа достаточно. Ну то что Эмбер Спирит в дальнейшем будет еще и еще артефакты на демедж покупать это не обсуждается. Вот такой вот подсейв в виде Линкенсферы. Собственно остановил количество смертей на двойке. У Эмбера больше не умирал. Шейкер. В Юл постепенно выходит у нас Шейкер. Вышел постепенно. Так постепенно что уже есть у него Юл. Летит на нижний лайн. Куда вообще Шейкер и почему Шейкер без команды? Чего он добивается? Еще и с гемом кстати в соло ДТР ходит. Это может очень плохо для него закончиться на самом-то деле. Так ладно давайте по вещам пробежимся пока небольшая пауза. У тролль Варлорда есть даггер, есть БКБ. Мордип маск. Маквила и Фейсбутс. Больше пока ничего. Ну что успеет ли БКБ провязать? Должен. Нет не успевает. Не успевает Чейнс провязать БКБ и рассыпается. Но Лина просто чудеса творит. Действительно Лина он фаер полнейшим образом. Тут жжет невероятно мощно. 26 на 10. У Лины счет 13 на 1. Там немножко где-то в начале игры ее развалили. И это же надо так было обидеться сильно, чтобы с таким унижением команду Кенси Уипс во второй матч отправлять. То что команда Кенси Уипс отходит у нас во второй матч, в это я уверен 100%. Сликс под БКБ отходит из файта. Чейнс начинает у нас пилить венгу. Нашел слабую и ковыряет ее. Геост не крутится вообще. А почему, кстати? Почему Геост у нас ни разу не провернулся? Там такой вгрыз был полнейший от тролля. Троллер от фиссуры рассыпается. Ну и все. Байбеков у мейн героев команды Кенси Уипс нет. Вот, пожалуйста, Лина. Ну что такое? 15-1-9. Это не персонаж, это какая-то ядерная война на базе команды CSW. Ну, жалко австралийцев. Они так ярко против Минески выступали. Так это было все интересно и нестандартно. Посмотрим. Там тоже первую игру проиграли, во второй отыгрались, а в третьей показали вообще чудеса изобретательности. Получится ли сейчас что-то подобное, узнаем немного попозже. Пока что не забывайте подписываться в группу ВКонтакте. Ссылка под нашим Твичом. Заходите на YouTube, на наш канал. Тоже там все вводы матчей сыгранных имеются. Ну и, конечно же, жмите follow на самом Твиче. Мне будет очень приятно. Все. Пока небольшая пауза. Музыка-графика. Услышимся через 2-3 минуты. Не переключайтесь. Музыка-графика.